Всем привет! И в сегодняшнем видео уроке я вам расскажу о том, как сделать более ярким объект в Adobe Photoshop. Давайте начинать, поехали! И давайте же начнем наш видео урок. Насколько я знаю, высветить объект в Adobe Photoshop можно с помощью двух методов. И давайте же начнем с первого более простого и понятного всем. Для того, чтобы им воспользоваться, нам нужно просто перейти в нашу левую панельку инструментов, переходим в нее. Так, здесь ищем инструмент Dodge Tool, нажимаем на него, потом переходим на наше изображение, зажимаем на мыши левую клавишу и просто вот так вот ведем по тем объектам, которые нам нужно высветить. То есть, как вы видите, вот здесь вот все остается светлее. Давайте вернемся назад, как было. Вот было, вот стало. То есть, заметно, что объект стал ярче. Также это можно сделать, например, с травкой здесь. Тоже, опять же, трава вот было. Не, вот стало. Вот так вот было. Также можно поднастроить этот инструмент. Поднимаемся в верхнюю панельку. Вот нажимаем на вот эту кнопочку. Открывается у нас вот такое вот окошко. И в этом окошке мы можем поднастроить размер нашего инструмента. В пикселях вот 130 или же там 275. Или же вообще можно там 62 и так дальше. Поднастраивайте под себя, как вам надо. Также можно выбрать тип кисти. Например, вот такую вот более мягкую или же более жесткую. Давайте выберем более мягкую. Кстати, можно выбрать любую кисть. И можно, кстати, создавать еще свою кисть. Урок у нас был на канале. Ссылка будет в описании. Давайте вот выберем вот эту вот более мягкую. Пикселя где-то пусть 70 и будет. Прикрываем это окошко. Теперь можно еще изменить экспозицию. Давайте поменяем ее где-то на уровне... Пусть будет 60. Так, и после этого можно опять же работать с этим инструментом. Опять же выстрелять все объекты. И теперь давайте перейдем ко второму методу. Давайте возвращаем картинку в исходное состояние. То есть в Open. Так, через историю. Так, и теперь давайте перейдем в панельку Layers. Вот наш Layers. Разблокируем наш слой. Выпускаем теперь вниз. Вот здесь вот выбираем создать новый слой. Так, вот Layer наш One. И теперь переходим в левую панельку инструментов. Вот она. И выбираем здесь инструмент кисть. Выбираем его. Так, после этого переходим вниз к палитре здесь в левой панельке. Выбираем белый цвет. Так, теперь возвращаемся назад в Layers. В Layers выставляем режим наложения Overlay. Так, Opacity выставляем где-то на уровне 20. Нет, давайте где-то пусть будет 18. То есть можете под себя поднастроить. Это потом будет меняться спокойно. Так, и теперь просто опять же можем настроить кисточку. В размерах там и в типе кисточки так. И после этого можем спокойно вот так вот опять же выстрелять объекты. То есть как вы видите они опять же выстрелятся. То есть вот стало. А вот так вот было. То есть заметна разница. Но плюсом этого метода есть то, что вы теперь можете все полностью контролировать. Например, вы можете перейти в Opacity и поднять непрозрачность. То есть вот выставим 48. Все стало вообще такое яркое. Ну и также можно перейти опять же в левую панельку. Здесь выбрать инструмент ластик. Истерить то, что вам не надо. То есть вот так вот взять. Просто-напросто истерить ту кисть нарисованную, которая нам не нужна. То есть или же это просто лишнее, или же вышло там как-то за рамочки. Можно потом подкорректировать. Ну и на этом я думаю можно закончить наш видео урок. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом уроке. А также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки под этим видео. Делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok